Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти. А в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. «МотоСтронг» не совсем европейский кроссовер. Его разработку поручили корейским инженерам GM, и они, по сути, создали старшего брата Corsa D. Также на базе «МотоСтронг» сделали удешевленный вариант этой машины Chevrolet Trax. А в США и Китае это маленькое чудо продавалось под названием Buick Concorde. Итак, встречаем Opel Mokka. Этот кроссовер пользуется приличной популярностью на вторичном рынке и связан с его привлекательной ценой. Зачастую это потому, что немногим нравятся компактные кроссоверы. Это действительно тесные автомобили и с жесткой подвеской. Но Mokka сделана действительно по-европейски качественно и хорошо оснащена. А интерьер в топовых комплектациях радует палитрой цветов. В своих обзорах мы рассказываем об особенностях и слабых местах автомобилей, чтобы не столкнуться с большими расходами при эксплуатации или при ремонте, а также не столкнуться с чем-то из ряда вон выходящим при выборе автомобиля на вторичном рынке. Итак, сейчас подробно расскажем про Opel Mokka. С кузовом Opel Mokka все хорошо. Заводские меры защиты от коррозии работают отлично. Жучки появляются только на тех элементах, которые были отремонтированы после ДТП, а сколы краски не расцветают. Правда, бывают ситуации, когда краска ошелушивается в местах контакта с пластиковыми панелями. Хромированный декор мутнеет и даже вспучивается от реагентов, а лобовое стекло оригинально быстро покрывается множественными царапинами от камушков. И иногда у Opel Mokka трескаются стекла передней и задней оптики. Многие Opel Mokka оснащены адаптивными фарами. Их биксеноновые линзы поворачиваются немножко в сторону поворота по горизонтали. Так вот, появлялась проблемка, когда на панели приборов загоралось сообщение «Сервис AFL». Проблемы с фарами уже выявлялись в первые морозные зимы эксплуатации этих машин. Так вот, при диагностике обнаруживается еще одна ошибка — это потеря связи с блоком управления фарой. А это происходит из-за того, что позади линзы в самой фаре отрывается один из четырех проводков. В итоге надо его просто подпаять. Еще ошибка по AFL появляется из-за заклинивания линзы во время ее теста. Причина заклинивания удивительная. По непонятным причинам отваливается бленда линзы и застревает между линзой и условным отражателем фары. Для установки бленды на место нужно разобрать фару со снятием ее стекла. Кто-то умудряется не расклеивать фару, а каким-то волшебным образом поддевают бленду и фиксируют ее на прежнем месте. Салон у Opel Moco сделан приятно и качественно. Но иногда на центральной консоли отшелушивается хром на вот этой вот подковообразной детали. Владельцы иногда перетягивают это все пленкой или решают другими способами. Также может отвалиться вот эта вот кнопка стояночного тормоза, но ее можно успешно заказать из Китая. Иногда на моках начинает скрипеть вентилятор системы отопления, либо же он перестает работать на некоторых скоростях, а затем и вовсе может перестать вращаться. В общем, чтобы решить проблему скрипа, надо установить новую оригинальную опору его вала, ну и предварительно очистить вентилятор. А вот если из дефлекторов воздух вообще перестал поступать, то придется поменять вентилятор на новый. Оригинальный стоит баснословных денег, а не оригинал можно найти по цене от 40 долларов до 100. Вентилятор и фильтр салона находятся за бардачком. И чтобы поменять воздушный фильтр, надо снимать демпфер плавного выпускания бардачка. Так вот, на четвертый-пятый раз штифт, который держит демпфер, обламывается. Вот прям как в нашем случае. И тогда надо менять либо же крышку бардачка в сборе, либо же творчески восстанавливать вот этот штырек, на котором держится демпфер. Большинство Opel Moco на наших дорогах оснащены старым добрым атмосферником объемом 1.8. Он ставился буквально на все Opel. В общем, у этого двигателя чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ, а гидрокомпенсаторов нет. На практике тепловые зазоры не уходят, но регулировать их надо каждые 100 тысяч километров. В общем, этот двигатель надежный и не развалится со временем. Пройдет 500 тысяч километров и более, но требует обращения внимания по всяким мелочам. Катушка зажигания модульная страдает от пробивания изоляторов на фоне использования некачественных либо же изношенных свечей, но изолятор ремонтируется эпоксидным клеем. Также этот двигатель страдает от течи масла по прокладке клапанной крышки. А также в этой же клапанной крышке рвется мембрана системы ВКГ, после чего будет слышен свист из отверстия над мембраной. В общем, это все ремонтируется. Термостат в оригинальном пластиковом корпусе служит примерно 80 тысяч километров, но при замене можно заменить корпус термостата на неоригинальный легкосплавный. Если Opel Mokka с мотором 1.8 атмосферным начал после заправки запускаться со второго раза, а при работе двигателя слышны щелчки и есть ошибки, указывающие на бедную топливо-воздушную смесь, то, скорее всего, надо будет поменять клапан адсорбера. То есть этот клапан находится на впускном коллекторе. Стоит оригинальный 35, не оригинал вдвое дешевле. Двигатель 1.8, каждый из 150 тысяч километров может огорчить подтеканием антифриза по теплообменнику, но бывают случаи хуже, когда из-за прокладок теплообменника в антифриз попадает масло. Но это не единственный путь масла в антифриз. Дело в том, что еще со временем сдается прокладка под маслонасосом. Маслонасос в виде большой крышки прикручен к передней части блока цилиндров. Так вот, эта прокладка сдается примерно при пробеге в 200 тысяч километров. А менять ее заранее или не менять, решать только вам. Но многие владельцы делают большое ТО с заменой всех этих недолговечных прокладок, чтобы избежать проблем со смешиванием антифриза и масла. Кстати, в подробнейшем обзоре на нашем канале вы можете узнать о других пакостях мотора 1.8. Иногда в продаже встречается Opel Mokka с двигателем 1.6. Такие версии продавали в Европе. И это, по сути, уменьшенный 1.8. В общем, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Посмотрите, кому интересно. Гораздо реже встречается Opel Mokka с мотором 1.4 Turbo. У этого двигателя чугунный блок, но в приводе ГРМ цепь. Гидрокомпенсаторы есть. В одно время этот двигатель подпортил себе очень сильно репутацию, потому что у него от детонации разваливались поршни. Но со временем эта проблема сошла на нет. В общем, сегодня этот двигатель можно основательно подубить только неправильным чип-тюнингом. У этого двигателя поменьше точек утечки антифриза и масла, но цепь ГРМ выхаживает до 200 тысяч километров. А чугунная часть турбины может бессовестно лопнуть. Но зато катушки зажигания индивидуальные, меняются по отдельности и изоляторы у них будут покрепче. И у нас на канале есть подробнейший обзор этого агрегата. Кому интересно, милости просим. Если Opel Mokka приехал из Европы, то под его капотом может быть турбодизельный двигатель объемом 1.7 и 1.6. Первый двигатель давно используется на автомобилях Opel и разработала его компания Isuzu. Это очень хороший и долговечный двигатель. У нас на канале, кстати, есть подробнейший его разбор. Двигатель 1.6 другой. У него алюминиевый блок и цепной привод ГРМ, который расположился сзади. Этот привод оказался неудачным и проблемы с ним и с мотором решали по гарантии в Европе. Но цепь все равно ходит недолго, примерно до 200 тысяч километров. Надо к ней прислушиваться и готовить примерно 1000 долларов на запчасти и на работы по замене. А в целом же с двигателем 1.6 все как у всех. Значит, проблемы начинаются при больших пробегах. Они начинаются с систем экологии. С бензиновыми атмосферниками у Opel Mokka работает пятиступенчатая трансмиссия. Эта трансмиссия считается плодом инженерной мысли корейских инженеров, которые разработали ее на базе не самой удачной опелевской трансмиссии F16. Но они значительно улучшили ее ресурс. В общем, с D16 проблем никаких не должно быть, ну разве что при больших пробегах разболтается кулиса. С турбобензиновыми и турбодизельными двигателями используется шестиступенчатая механическая трансмиссия M32. Она вообще беспроблемная. Главное, меняйте в ней трансмиссионную жидкость. А вообще, все подробности вы можете узнать о ней из нашего подробнейшего обзора на канале. Так что поищите. Все двухпедальные Opel Mokka оснащены гидромеханической шестиступенчатой трансмиссии 6T40, собственной разработки компаний GM и Ford. Это беспроблемная трансмиссия. Меняйте в ней масло каждые 40 тысяч километров и будет вам счастье. Ну а сейчас мы поедем на 100, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронге» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Бутерброд из радиаторов Opel Mokka надо разбирать и чистить хотя бы раз в 100 тысяч километров, потому что снаружи набивается очень много грязи, а это может сыграть злую шутку. Если автомобиль эксплуатируется летом со штатным термостатом, то нагрузки на систему охлаждения будут предельные. То есть от этого страдает и мотор, и автомат с его недостаточно большим радиатором. И в таких условиях не всегда выдерживает вентилятор охлаждения, доходит до оплавления его электрического разъема. Расширительный бачок системы охлаждения пришлось поменять практически на всех Opel Mokka. Первые замены пришлись на пятый год эксплуатации. Бачок просто лопается. Да, изначально он покрывается сеточкой из микротрещин. Владельцы, как правило, не обращают на это внимание, а меняют его уже по факту течи. Поэтому поглядывайте за бачком. Если он покрывается трещинами, то замените его превентивно. Оригинальный бачок стоит всего лишь 20 долларов. Бачок – это не единственное место, откуда может вытечь антифриз. Дело в том, что у Opel Mokka есть еще одна болячка. Это течь антифриза по быстросъемным штуцерам входной и выходной трубок печки. Течь возникает из-за износа резинового уплотнения, то есть по резиновому уплотнению. В общем, надо поменять штуцеры. Стоит 1,7 долларов, оригинал. Но для того, чтобы поменять их, надо снимать хомуты из трубок. На самом деле можно подобрать уплотнительные колечки. Лучше всего из силикона. Старые уплотнители без проблем выковыриваются и новые туда без проблем становятся. Кроме того, следует следить за трубкой охлаждения дросселя и трубкой обратки бачка охлаждающей жидкости. Со временем они дубеют и лопаются. Далеко не все Opel Mokka оснащены полным приводом. И это неудивительно. Вот в нашем случае машина тоже переднеприводная. В общем, внедорожные вылазки показывают, что от внедорожника у этого автомобиля нет практически ничего. Дорожный просвет как у Корсы, а муфта полного привода от буксования перегревается на бездорожье. Ну, если, естественно, удастся добраться до этого бездорожья. Перед задним редуктором установлена многодисковая муфта BorgWarner. Так вот, уплотнение под крышкой электронного блока, который установлен на муфте, дает течь. Туда попадает вода, и, соответственно, вся электроника выходит из строя. В общем, после такой проблемы приходится покупать новый блок. Новый блок стоит 740 долларов. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг» и уточните наличие и цену б.у. блока. Карданный вал Moki обязательно преподнесет проблему в виде закоревшей крестовины и разбитого в результате вибраций подвесного подшипника. Обязательно смазывайте крестовину. Новый карданный вал стоит 1600 долларов. Можно сэкономить, установив б.у. Но можно установить новую крестовину и подвесной подшипник в специализированных мастерских. Цена неоригинальных деталей вот этих двух – 120 долларов. Гидравлическая рулевая рейка на моках с мотором 1.8 начинает течь по гайке заглушки регулировочного сухаря. Ищите жирные масляные пятна в ее передней части чуть правее входного вала. Если Moki пробежала более 100 тысяч километров, то надо обязательно обратить внимание на гофроглушителя. Дело в том, что при таких пробегах она трескается, и при наличии трещин ее надо заменить, чтобы внезапно появившийся рев выхлопа не застал вас врасплох. Тросы стояночного тормоза подвешены механизмами снизу вверх. Поэтому при износе вот этих пыльников в рубашки тросов попадает вода. Это стандартная ситуация для Moki. Естественно, зимой вода замерзает. Чтобы не тратить время на размораживание, надо превентивно менять вот эти пыльники, и тогда такой проблемы не случится. Подвеска Opel Moki простая и неприхотливая. Основательно перебирать ее с заменой шаровой опоры и сайлентблоками нужно примерно при пробеге в 120 тысяч километров. Также бывают случаи поломки витков пружин. В общем, шаровая опора продается и меняется отдельно от рычага. То есть оригинальная шаровая опора стоит 30 долларов, а вот оригинальные сайлентблоки не продаются. Есть не оригинал по цене от 15 до 50 долларов за комплект на одну сторону. Оригинальные тяги переднего стабилизатора стоят по 35 долларов. Рулевые тяги и наконечники по 45 долларов. Заменителей хватает, цены стартуют от 5 долларов. Вот этот рычаг подвески оригинальный стоит 230 долларов. Все остальное ходит 200 тысяч километров в подвеске Opel Moki. И опоры передних стоек стоят по 30 долларов. Сзади у полноприводных и переднеприводных Moki скручиваемые балки, но разные сайлентблоки в них служат очень долго. Нет оригинала, есть не оригинал по цене до 65 долларов. А подшипники ступичные на полноприводных Moki идут вместе со ступицами, поэтому их цена 100 долларов. В общем, цены-то не очень и большие. Opel Moki интересный кроссовер и неплохая альтернатива японским микрокроссоверам. У него простой автомат, моторы на любой вкус и добротный интерьер. В общем, сегодня мы перечислили очень много мелочей, но поверьте, если вы будете следить за этими мелочами, то дорогого ремонта этого кроссовера вы не дождетесь. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».